Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Очередная среда подходит к концу и мы, по традиции, в середине рабочей недели готовы развлечь вас с новым выпуском игровых новостей. Журналисты рассказали о The Dylant 2, второй сталкер все же слили, а Sony готовит две крупных и дорогих мобильных игры. В общем, устраивайтесь поудобнее, поешьте пряников запивая морсом, подписывайтесь на канал, нажмите на кнопку лайка, колокольчика и обязательно перейдите по ссылкам на наши соцсети в описании и закрепленном комментарии. Вы на канале DLC и мы начинаем. Ну а начнем мы, как частенько это делаем, с новостей, касающихся сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard. На этот раз нового витка в этой истории не произошло, однако Microsoft сделала интересное заявление. Правда, никаких доказательств, по крайней мере, широкой публике, предоставлено не было. Однако мелкомягкие утверждают, что даже такие игры от сторонних издателей студии, как Final Fantasy 16 и ремейк Silent Hill 2, которые заявлены как консольные эксклюзивы Sony, никогда не перестанут быть такими и не доберутся до консолей Xbox. Что, по мнению Microsoft, свидетельствует о том, что PlayStation быстро захватывают консольный рынок. В общем, я надеюсь, попкорном все давно запаслись, ведь развязка всего этого впереди и она ой как неожиданна. Возникла информация о том, появится ли Diablo 4 в подписке Xbox Game Pass в день релиза. Разработчики решили поделиться информацией на фоне нарастающей шумихи вокруг проекта. Недавно публике был представлен косметический предмет для класса Варвар – милый сонный волчонок, которого персонаж будет носить у себя в сумке. Зверек покорил сердца публики. А главное, уже на этих выходных для тех, кто сделал предзаказ игры, будет предоставлен доступ к бета-тестированию проекта. Общий же для всех бета-тест пройдет неделей позже. На фоне всех этих событий генеральный менеджер Diablo рассказал, будет ли игра в подписке от Microsoft. Ответ оказался отрицательным – пока что таких планов у Blizzard нет. Однако игрокам, которые приобрели подписку, не стоит терять надежду. Сейчас и Microsoft, и Activision Blizzard очень важно сделать вид, что Xbox получит минимум преимущества от слияния компаний. Вероятно, как только сделка будет завершена, большая часть игр от Activision Blizzard попадет в Game Pass. Недавно представителям зарубежной игровой прессы разослали ключи и диск из грядущей Dead Island 2. А на днях спали эмбарго на публикацию рецензий, и журналисты вывалили ворох мнение об игре. Многие хвалят проект, вот пример положительной рецензии. В Dead Island 2 действительно много интересного. Визуальная игра очаровательна во всех смыслах, её персонажи очаровательны и разнообразны, и здесь есть уровень глубины, который может хорошо подойти для нескольких прохождений. Подобно тому, что делает Resident Evil такой реиграбельной. Dead Island 2 может стать одним из неожиданных хитов 2023-го, когда она выйдет в апреле этого года. Впрочем, как оказалось, по мнению некоторых, игра не выдерживает неизбежных сравнений с прошлогодней Dying Light 2. Каждый раз, когда я перемещался по разным картам, мне просто напоминали, насколько лучше было исследовать Вилли Дор, чем Лос-Анджелес. Несмотря на то, что в Dying Light 2 фигурирует самый обычный из всех главных героев Эйден, он и остальные актеры, по крайней мере, не заставляли меня почти постоянно закатывать глаза. И хотя здесь весело уничтожать зомби, это не кажется таким глубоким, как в Dying Light 2. В конечном счете, практически всё, что есть в Dead Island 2, Dying Light 2 сделала лучше в прошлом году. Вы можете попытаться возразить, что сравнения с Dying Light 2 несправедливы, но они всё равно существуют. И, возможно, полная игра изменит моё мнение, но прямо сейчас урезанная природа Dead Island 2 кажется признаком её проблемного и неоднократного перезапускаемого цикла разработки. Но самое главное, что помимо отзывов из превью, мы можем узнать огромное количество деталей об игре. Ранее было известно, что это экшен от первого лица, действие которого происходит в наполненном зомби Лос-Анджелесе. Однако сейчас стало известно множество деталей о проекте. Во-первых, игра не лишена иммерсивности, многие мелкие предметы можно разломать, оконные стёкла разбивать, что привлечёт зомби в неком радиусе от игрока. Во-вторых, вопреки сравнениям с Dying Light 2, игра имеет совсем иную структуру. Здесь нет открытого мира, вся игра разделена на довольно обширные локации разной степени коридорности. Уровни не связаны между собой, между ними игрока поджидает экран загрузки. А ещё в игре не будет возможности выбрать сложность благодаря системе автолевелинга, при которой по мере прокачки игрока враги тоже становятся сильнее. Судя по всему, локации содержат множество информации о мире игры и предыстории происходящего, о вспышке вируса и о том, что происходило конкретно в Лос-Анджелесе. Кроме того, по миру, а также, кажется, в неких подобиях подземелий разбросаны чертежи от оружия и экипировки. В-третьих, что касается сюжета и квестов, то, несмотря на общую линейность игры, в игре всё же будут присутствовать побочные задания. Кроме того, играть в первую часть не обязательно, ведь сиквел рассказывает историю другой вспышки. В начале игры пользователю предстоит выбрать одного из шести истребителей зомби. Изменить выбор будет нельзя, однако одновременно можно будет хранить сохранение шести прохождений, то есть опробовать можно будет всех сразу. Кроме разных начальных характеристик, истребители зомби отличаются ещё и как личности, имея разные реплики в диалогах. Судя по всему, глобально на сюжеты это не повлияет. Что касается системы прокачки, то древо умений в игре заменено картами навыков. В зависимости от выбора персонажа будет меняться набор его эксклюзивных карт, которые разделены на четыре типа. Карты способностей, карты выжившего, карты убийцы, карты нумен. Оружие в игре работает по системе прочности, однако будет доступна его починка. Чем больше сломано оружие, тем меньше его эффективность, а совсем поломанный клинок нельзя будет, например, метать во врага. Улучшать и ремонтировать оружие можно будет на верстаках, раскиданных по локациям. Ну и наконец, мы переходим к самому главному, что будет в игре – к зомби. Они невероятно проработаны, как с точки зрения внешнего вида и поведения, а ходячие трупы выглядят сочно, одеты в зависимости от места их обитания. Например, в больнице они будут в одежде врачей. Анимации попадания оружием по врагам необычайно проработаны и реалистичны. Главной фишкой игры является система Flash, она максимально реалистично показывает травмы, наносимые зомби. Характер повреждений будет разным, в зависимости от оружия, которым пользуется персонаж. То есть, острые клинки будут отрубать конечности, а тупое оружие – ломать кости. Практически каждый орган и каждая кость имеет собственную физику, соответственно, боевка в игре будет необычайно кровавой. Ну а вишенкой на торте является прекрасное, по заверениям журналистов, техническое состояние игры, как на ПК, так и на Xbox. Информации о том, как игра чувствует себя на PlayStation пока нет. Помню, были времена, когда магазины PlayStation и Xbox стабильно работали в России. А с российских карт можно было купить любую игру. Хоть на консоли, хоть в Стиме. Это было так давно, что теперь кажется чем-то далеким и невозможным. Но как хорошо, что у нас есть Carabox Store, который вновь облегчает жизнь геймерам и позволяет покупать игры без проблем и мучений. Carabox Store — альтернативный консольный стор с полным ассортиментом игр и подписок для обеих платформ. В Carabox Store все цены актуальны в любой момент времени, благодаря синхронизации с официальными магазинами PlayStation и Xbox. Все акции и предложения от платформодержателей синхронизируются вместе с ценами, поэтому можно будет без проблем получить любую игру по выгодной цене. Любите играть на родном языке? В каталоге можно проверить, есть ли в игре русский язык, а заодно можно узнать, есть ли это игра в Game Pass или PS Plus, чтобы зря не переплачивать. Ну а если игра все-таки есть в подписке, тогда тут же можно купить Game Pass или PS Plus и наслаждаться не одной, а сразу сотнями игр. Купить подписку можно в любое время дня и ночи, ведь на Carabox Store работает автоотгрузка подписок, позволяющая подключить Game Pass или PS Plus в пару кликов. А пока мы работали над этим выпуском, парни организовывают нововведение для ПК бояр, чтобы еще и Steam адекватно работал у вас. Поэтому подписывайтесь на группу ВК Carabox Store, переходите на сайт и следите за обновлениями. А по промокоду DLC вы получите скидку 10% на любую позицию, кроме предзаказов и новинок. Переходите по ссылке в описании и выгодно покупайте любимые игры. В декабре компания Sony анонсировала дополнение к Horizon Forbidden West под названием Burning Shore. Судя по предыдущей новости, Нью-Йорк в игровой индустрии выходит из моды, а Лос-Анджелес все популярнее у разработчиков. Ведь как иначе объяснить, что второй тайтл подряд перенесет игрока в этот город? Впрочем, главной героине придется крошить не зомби, а роботов, а постапокалиптический город будет покрыт зеленью. Ванильная игра выглядела великолепно, однако, по словам разработчиков, как минимум с точки зрения визуала дополнение переплюнет оригинал. Однако, к сожалению, ради красивой картинки пришлось отказаться от выхода DLC на PlayStation 4. Вот что сказал по этому поводу директор игры Матис де Йонге. Один из наших ключевых приоритетов в играх Horizon — добавить тонну деталей и богатства в окружении. В Horizon Forbidden West все, что мы добавили или увеличили, было тем, что мы должны были придумать, как оптимизировать и для PlayStation 4. В Burning Shores, поскольку мы можем сосредоточиться только на PS5, мы смогли продвинуться вперед, и мы очень рады тому, что нам удалось сделать, создав эту потрясающую постапокалиптическую версию Лос-Анджелеса. Городской пейзаж руин Лос-Анджелеса и его окрестностях очень детализирован и требует большой вычислительной мощности, а также технологии быстрой потоковой передачи, чтобы работать должным образом. Особенно, когда игрок пролетает над землей и может видеть многое сразу. Одно из поселений расположено в этих детализированных руинах и вокруг них, и мы смогли втиснуть туда много активностей. Еще один примечательный момент — это особая боевая система, которая требует много памяти и вычислительной мощности, сказал он. Чтобы достичь этого грандиозного замысла как в техническом, так и творческом плане, мы определенно были благодарны за многие преимущества, которые дает аппаратное обеспечение PS5. Анонсирована очередная игра по мотивам русских сказок. Разработку подтвердила студия 1С Game Studios, а проект называется «Сказки Старой Руси». Впрочем, как рассказали разработчики, это будет скорее серия игр, первая из которых выйдет в 2024 году. Задумка основана на одноименной вселенной, созданной художником Романом Папсуевым. Сейчас он выполняет функции творческого директора игры. И вот как он прокомментировал новости перенесения его детища в игру. Как автору мне очень любопытно посмотреть, какое развитие получат мои произведения и герои в видеоиграх. Еще на этапе создания сказок я планировал попробовать перенести персонажей в игровой мир. Уверен, что вместе с командой 1С Game Studios у меня будет возможность реализовать задуманное. Стоит заметить, что никакой информации ни о том, что будет представлять из себя проект как игра, ни о том, на каких платформах выйдет проект, пока что нет. Появился намек на появление порта Ratchet & Clank Rift Apart для ПК. В частности, компания, которая занимается портированием игр от Sony на компьютер, опубликовала вакансию специалиста по инструментарию, работать с которым приходится именно в этой игре. Конечно, настолько косвенные доказательства существования порта не стоит воспринимать совсем всерьез, но все же вполне вероятно, что догадки оправдаются. Недавно стал известен список трофеев Resident Evil 4 ремейк, и особенно игроков заинтересовала спидранерская ачивка. Достижение выдается игроку за прохождение игры менее чем за восемь часов. Много это или мало? Судите сами. Для получения аналогичной ачивки в Resident Evil 7 игру требовалось пройти менее чем за четыре часа, то есть в два раза быстрее. Прохождение же в обычном темпе седьмой части занимало около десяти часов. Логично предположить, что длительность ремейка Resident Evil 4 около двадцати часов. Это подтверждают и слова разработчиков, которые заявили, что продолжительность переиздания примерно такая же, как и у оригинальной игры, то есть пятнадцать-двадцать часов. В общем, игра не на пару вечеров, однако и не огромна. А как вы считаете, много ли это? А может быть мало или в самый раз? Недавно пользователь под ником Reporters on Duty поделился в интернете якобы имеющейся у него информацией о планах Sony на мобильный рынок. По словам инсайдера, компания готовит сразу две ААА-экшен-РПГ, разрабатываемых на Unreal Engine 5. Одна из игр будет началом новой франшизы, а другая частью проверенной и любимой многими серии. Кроме того, один из проектов будет бесплатным, а за второй мобильным геймерам придется платить. На протяжении последних лет аналитики убеждали общественность, что новых ревизий консолей нового поколения ждать не стоит. Однако недавно надежные инсайдеры стали заявлять об обратном. Согласно информацией из проверенных источников, Sony в ближайшее время существенно нарастят производство техники, в том числе и улучшенных PlayStation 5. Впрочем, что это будет за консоль и чем она будет отличаться от первых ревизий, сказать пока трудно, но недавно опубликованный патент одного из инженеров Sony может намекать на улучшение технологии Ray Tracing на новых PlayStation. В общем, информации очень мало, и для того чтобы поверить, все же стоит дождаться официальных анонсов. История со вторым сталкером продолжает разгораться. Напомним, ранее фанаты сталкера начали шантажировать разработчиков сливом огромного количества информации об игре. Чтобы этого не произошло, они требовали возвращения русского языка в игру, а также ее продажи в России. GSC Game World ответила шантажистам, что не собирается под них прогибаться, и никакой действительно важной информации у них быть не может. Попытки запугать нас тщетно, заявили представители студии. Также игроков призвали остерегаться спойлеров в сети. Однако ответка не заставила себя ждать. Сначала были слиты изображения многих мутантов зоны, а буквально на момент написания этого сценария было выложено еще 16 гигабайт данных. Изучить все это у нас времени не было, но даже самый поверхностный осмотр позволяет понять масштабы утечки. Так, например, теперь у интернета, который помнит все, есть инфографика со всеми группировками зоны, их взглядами, организацией и так далее. Кроме того, у фанатов появилась возможность сравнить скриншоты, которые публиковали разработчики, с тем, как действительно выглядят эти локации без обработки. Графика все еще неплохая, но такого вао-эффекта уже не вызывает. Да и сам факт вскрывшегося обмана не добавил кармы GSC. В общем, в течение следующих дней мы обязательно изучим всю появившуюся информацию и уже в воскресенье расскажем вам как можно больше о Сталкере 2. Либо же можно постараться сделать отдельный ролик, где будет рассказано все, что мы знаем о проекте. Как бы вы хотели. Очень ждем вашего мнения в комментариях. Инсайдер, который ранее рассказал о разработке Ори 3, сейчас корректирует и дополняет свои инсайды. Пользователь твиттера под ником Enwiddle говорит, что следующая игра серии может быть и приквелом, ведь конкретной цифры в названии нет. Кроме того, инсайдер рассказал, что после успеха Hi-Fi Rush игра может быть выпущена сразу после анонса. По его словам, у него есть несколько источников, однако кто занимается разработкой, он не знает. Однако разработка, похоже, идет по плану. Кроме того, инсайдер сообщил, что следующая часть будет в зеленых тонах. Больше об игре пока ничего не известно, однако с учетом успеха первых двух игр серии, ждать продолжение скорее всего стоит. Разработчики Atomic Heart поговорили с прессой, поведав, что ждет игру впереди. Во-первых, это дополнение. Намеки на него, в частности, недоделанная пока локация, уже есть в игре. DLC будет продолжать сюжет, добавить новое оружие. Вставлять в проект заснеженные локации из ранних трейлеров никто не планирует. Кроме того, в течение пары недель планируется выпустить вторую часть саундтрека игры. Напомним, первая его часть порвала российские чарты всех музыкальных площадок. Кроме того, планируется выпустить 300-страничный справочник об игре, в частности, о предыстории этого мира. Ну а вишенкой на торте стала информация о второй части игры. Мало того, что она планируется, так еще и порадует игроков новыми врагами. Как минимум, обещаны специальные боевые роботы. Ну и под занавес наша традиционная рубрика «Цирк с конями». Ну или «Зомби», как в этот раз. Dead Island 2 выходит уже совсем скоро, а именно 21 апреля. И некоторые разработчики начинают высказываться об игре. Проект был анонсирован очень давно и с тех пор несколько раз пережил производственный ад. Когда же игра попала в руки финальному разработчику, ее пришлось почти полностью переделывать. Вот что говорят разработчики. По сути, это был полный перезапуск. Очевидно, что были некоторые вещи, которые уже были сообщены, сеттинг и тому подобное. И когда мы посмотрели на это, то сеттинг был тем, что мы определенно хотели сохранить. Мы чувствовали, что это была возможность иметь действительно сумасшедших, разнообразных персонажей. А также, это очень знаковое место. Поэтому, очевидно, мы хотели сохранить их.